Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас новогодняя рождественская капля. И мне хотелось бы поздравить вас с наступившим уже Рождеством, с наступающим Новым Годом и с Рождеством для славянской части населения планеты Земля, которая будет праздноваться через неделю. Я хотел бы пожелать вам успехов в Новом Году. Очень хотелось бы, чтобы следующий год для каждого из нас оказался не просто удачнее, лучше, а, наверное, целеустремленнее. Наверное, то, чего не хватает современному христианству, это целеустремленности, ответственности, и больше, наверное, собранности на пути к той цели, которую Господь для каждого из нас поставил. Мне хочется, чтобы каждый из вас задумался над тем, что мы с вами живем ради какой-то большей миссии, чем просто выжить в этом мире, чем просто построить дом, обустроиться в мире, получать хорошую зарплату, жить в состоянии комфорта, успокоенности, любви и так далее. Я на 100% уверен, что каждый из нас имеет высшее призвание – это следовать за миссией Господа. И если вы не сделали этого, если вы диванный христианин, воскресный христианин, интернет-христианин или какой-то еще, но не являетесь его учеником, не являетесь его последователем, не являетесь человеком, который движется за его видением, то вам нужно встать с дивана, выйти из интернета и пойти к людям. Задумайтесь, пожалуйста, сегодня над одним простым вопросом, вернее, над двумя. Первое. Какова все-таки миссия Бога в этом мире? Что Он делает сейчас? И второй вопрос, очень важный, наверное, более важный даже, чем первый – где сейчас Он это делает? И пойдите туда. Пойдите туда, где Он. Пойдите туда, где Он делает свою работу. И я уверен, что Божье благословение, Его водительство, Его любовь, Его помощь, поддержка и обеспечение – они будут с вами. Я хочу пожелать вам в новом году, чтобы вы обрели свою цель, обрели свою миссию и начали следовать за ней. Тем же, друзья, кто движется за Богом, тем же из вас, кто пошел, взяв свой крест, я желаю не опускать руки, не пасовать перед трудностями, разочарованиями, неудачами. Неудачи созданы для того, чтобы сделать нас сильнее. Не падайте духом. Я на 100% уверен, что победа неизменно придет, потому что каждый из нас безальтернативно предрасположен к успеху. Пусть Бог благословит каждого из вас в новом году.